МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу в контексте в эфире информационного канала Севастополя о профилактике снижения абортов в рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь» расскажет гость нашей студии, медицинский психолог женской консультации номер 1 Алина Викторовна Демина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие бывают чаще всего психологические последствия после аборта? Аборт, так же, как и любое другое убийство, вызывает осознанное или неосознанное чувство вины. И все психологические последствия аборта — это разные формы искупления вины перед нерождённым ребёнком. Аборт вообще — это трагедия для всей семьи. Только каждая эту трагедию переживает по-своему. Это противоестественный акт, который, кроме физических осложнений, вызывает душевные расстройства, внутреннее опустошение и многие личностные изменения. Вот данное явление получило название «постабортный синдром», вследствие которого чаще всего отмечаются следующие симптомы. Апатия у женщины, быстрая утомляемость, депрессия с чувством вины, скорбь и чувство обиды, которое может переходить в агрессию. То есть когда женщина переживает все эти изменения личности, то есть ощущение пустоты, утраты, скорбь и боль — это то, с чего начинается постабортный синдром. И прекращение беременности искусственным путём ведёт к гормональным изменениям. Эти гормональные изменения могут приводить к возникновению депрессивных состояний. И психологические, психосоматические последствия аборта имеют значение для всей семьи. То есть аборт не проходит просто так для семьи. Это на многие десятилетия может отмечаться последствия этого всего. Как часто Вы в своей практике встречаете женщин с таким синдромом? Этот синдром испытывает 100% женщин, после которых сделала хоть один аборт. То есть не бывает такого, что... Не бывает. Женщина может говорить о том, что она с лёгкостью сделала это прерывание, она может говорить о том, что она спокойно пережила, но на самом деле это определённые механизмы защиты. То есть женщина прячется за это, за всё, и внутренне она продолжает переживать. То есть без последствий для своего психического здоровья... Не бывает. Не бывает, как правило. То чувство вины, которое остаётся у женщины в душе, оно начинает гулять по организму и искать какие-то моменты, где оно выходит. Это психосоматика так называемая. Поэтому ни один аборт не проходит без последствий. Как Вы считаете, что чаще всего толкает женщину на такое действие, как аборт? Вы знаете, достаточно... Ну вот я бы отметила из своей практики. На первом месте это причина материальной зависимости. То есть женщина озвучивает о том, что нет материальных средств. Ну, грубо говоря, некоторые даже говорят, зачем плодить нищету. А реально ни один аборт не приводит к тому, что в семье появляется достаток, улучшаются жилищные условия, улучшаются какие-то те стороны жизни, которые, если бы родился ребёнок. Потому что рождение ребёнка — это стимул для семьи, это мобилизация, это новый виток жизни. То есть в первую очередь женщине не нужно помнить это, а не о том, что финансовые трудности как-то повлияют на эту ночь в жизни. Я всегда спрашиваю, вот Вы сейчас говорите о финансовых трудностях. Завтра Вы идёте и найдёте миллион, а ребёнка уже не будет. Уже возврата не будет, уже ребёнок будет убит. Невозможно улучшить свою жизнь за счёт убийства другого. Невозможно. Вы знаете, аборт — это действительно по территории России даже уже давно такая достаточно большая проблема, и над ней очень многие работают. И даже есть такие вот разговоры о том, чтобы запретить аборты в законодательном плане. О том, что думают жители Севастополя, и вообще, как решается этот вопрос по миру, подготовили видеоматериал наши журналисты. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вес ребёнка на 11-й неделе беременности составляет 7 граммов. Малыш не больше сливы, но уже практически полностью сформирован. 13-я неделя беременности. Ваш малыш размером с персик. В 16 недель беременности Ваш малыш длиной 11 сантиметров и весом 80 граммов. Дети — плоды жизни. Не делай аборт. Помоги им вырасти. Согласно официальной статистике, только за один год в нашей стране врачи делают более полутора миллионов абортов. Каждое четвёртое искусственное прерывание беременности на планете — наше. По неофициальным же данным, ежегодно в России совершается до 6 миллионов абортов и даже больше. Многие страны выступают за запрет абортов. В США Дональд Трамп выступает за законодательный запрет абортов. В этом случае меры будут применяться в отношении врачей, нарушающих закон, а не представительниц слабого пола. Абхазия. В конце декабря 2015 года парламент Абхазии внёс изменения в закон о здравоохранении, в соответствии с которым были введены полный запрет на аборты и уголовная ответственность за нарушение этого требования. Законодатели сделали единственное исключение — аборт можно сделать только в случае внутриутробной смерти плода. Польша. Премьера-министр также заявила, что поддерживает гражданскую инициативу о полном запрете абортов. Россия. Республика Татарстан. Митрополит Казанский и татарстанский Феофан благословил организовать во всех храмах Казанской епархии постоянный сбор подписей за законодательный запрет абортов. Отмечается, что на сегодняшний момент собрано около 250 тысяч подписей. Мы решили поинтересоваться у жителей Севастополя, к чему, по их мнению, приведёт законодательный запрет абортов. Будут подпольно делать. Женщины начнут аборты делать не в стационарных условиях, а, так скажем, антисанитарически. Наверное, к нелегальным. Я думаю, что только к хорошему. Аборты нам не нужны. Нужно рожать. Запрет приведёт к большому количеству криминальных абортов, будет большая смертность среди женщин. Не будет абортов, не будет убийства. Эмбрион в утробе матери – это полноценный человек, который хочет появиться на свет. Так считают многие верующие, а также участницы российского движения «Женщины за жизнь». По их мнению, у забеременевшей женщины есть только один путь – рожать, вне зависимости от обстоятельств зачатия, её жизненной ситуации или состояния здоровья. Активистки призывают полностью запретить аборты на законодательном уровне. 30 апреля в православных храмах России начали собирать подписи за запрет абортов. Мероприятие, которое организовало движение «За жизнь», благословил духовник патриарха Кирилла. Сам Кирилл неоднократно призывал вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Ранее в апреле РПЦ призывала наказывать врачей, которые советуют женщины прервать беременность. Действительно, по России давно уже поднимается эта тема. Но мне интересно, как вы считаете, к чему приведёт законодательный запрет абортов? Вы знаете, где-то я соглашусь с мнением жителей нашего города о том, что законодательный запрет абортов может всё-таки привести к росту уровня криминальных абортов. Потому что если женщина настроена прервать беременность, то это её выбор, и мы не должны лишать её выбора. Да, есть страны, в которых категорически запрещены аборты. Ввиду их религиозного, скажем так, вероисповедания. Но в нашей стране немножечко другой менталитет. Женщину нужно информировать, женщину нужно предупредить о последствиях аборта. И мне кажется, это будет гораздо иметь более мощное воздействие, чем когда это будет запрет. Да, я где-то соглашусь о том, что именно манипуляцию аборта нужно вывести из системы ОМС. Но всё нужно смотреть на будущее, чтобы не возникало никаких последствий. Я хотела бы у вас узнать, насколько вообще эффективна консультация доабортная? Необходима эта практика и как она влияет в дальнейшую? Вы знаете, эта практика была введена недавно. И вот, в принципе, по статистике по России, за последнее время количество абортов снизилось на 28%. И один из инструментов, скажем, в помощи снижения абортов уровня, это является доабортное консультирование. То есть реализуются основные законодательные инициативы, соблюдается неделя тишины. То есть когда женщина, приходя в женскую консультацию, ей сразу не назначают эту манипуляцию, она проходит определённое обследование. И в дальнейшем у неё есть 7 дней тишины для полного обдумывания этой ситуации. При этом с ней работают многие специалисты, включая психолога. То есть эти женщины приходят ко мне, мы с ними обсуждаем, мы с ними раскладываем всё по полочкам, что и почему она хочет это сделать. При этом, опять же, женщину не надо вынуждать ни к чему, она должна сама принять это решение. Её надо информировать о том, что произойдёт в случае того, если она прервёт беременность, и какие возможны осложнения. Потому что у нас, допустим, на доабортном консультировании есть различные муляжи. То есть это маленькие детки, так сказать, внутриутробные на разных сроках беременности. И когда женщина приходит, и ты ей даёшь этого эмбриона посмотреть, то есть она уже не воспринимает его как биомассу какую-то. Это уже ребёнок. И это зрительное восприятие и тактильное. И многие женщины задумываются о том, что да, действительно, это человек. Потому что бытует такое мнение. Приходят женщины, вроде в современном мире живём, говорят о том, что это эмбрион. То есть это просто набор каких-то ДНК и клеток. Наши журналисты узнали у севастопольцев, что они думают касаемо абортов. Давайте посмотрим. Давайте. Наверное, против всё-таки. Это какое-то нарушение, неправильность какая-то. Но в то же время численность как-то надо регулировать. Мне кажется, что если нет возможности хорошо воспитать и содержать ребёнка, то, наверное, лучше ему не рождаться. Я считаю, что лучше, конечно, всё-таки допускать аборты при медицинских показаниях. Вообще-то против. Надо разумно подходить к этой теме, планировать. То есть быть грамотными людьми. И тогда будет всё нормально. Не нужно будет пользоваться, не запрещать их и, опять-таки, ей легально их не делать. Наверное, смотря какая ситуация. Ну, наверное, больше за. Если женщина решила сделать этот выбор по каким-либо причинам, то, думаю, она сама в праве решать. Никто не имеет права ей запретить. Я против абортов, потому что дети – это наше всё. Я против, против. Бог против убийства. Я тоже. Если это медицински показано, то да. Если это по какому-то желанию, то я против этого. Ну, судя по видео, почти все сошлись в одно мнение, что аборты всё-таки не следует делать, если нет каких-то медицинских противопоказаний. Как вы считаете или посоветуете, как лучше всего отгородить женщину от аборта? Вы знаете, ну, прежде всего, вот как первое, нужно, опять же, информировать женщину о контрацепции, о видах контрацепции. Потому что у нас сейчас наиболее часто приходят женщины, которые используют прерванный половой акт. На прерванном половом акте из 10 женщин четверо беременеют. Вот. Затем вот, хотя, в общем-то, современный мир и обилие информации. Затем женщина должна испытывать поддержку близких, поддержку мужа. Когда она видит свой тест о беременности, да, она находится, это внеплановая беременность, и её состояние можно приравнять к состоянию аффектов. В состоянии аффекта невозможно принять адекватное решение, и ей нужна помощь. Вот за этой помощью она приходит в женскую консультацию, но она ещё мечется. Мы с ними, когда поговорим довольно-таки подробно, женщина начинает задумываться о себе и о том, что её ждёт вследствие того, если она прервёт эту беременность. Я вам скажу, что по статистике по женской консультации, вот на сегодняшний день, допустим, у меня было 100 женщин, которые прошли консультирование, из них 8 прерывали беременность по медицинским показаниям, 11 оставили беременность. То есть да, это может быть маленький показатель, но это всё равно радостно, что 11 человек оставили беременность. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. К сожалению, время нашей передачи уже подошло к концу. Напомним, о профилактике снижения абортов в рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь» говорили с психологом женской консультации номер 1 Алиной Викторовной Дёминой. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире.